Выкройка Выкройка Если он одноцветный, то не важно Можно вязать на глаз Если вы хотите красивого кота То будем делать выкройку Для начала распределяем места сгиба Чтобы правильно нарисовать голову Распределить лапки И тогда мы нарисуем полосочки Нижняя часть кота Складывается пополам Делаем отметочку Засечку Верхняя часть кота делится на три части Можно линейкой Можно складывая листик Смотрите, как вам удобно Можно померить линейкой Можно сложить Как вам кажется Так Разметили Отмечаю В треть В треть Теперь Боковые части Будут соответствовать Вот этим вот Расстояниям Вот это я уже буду Мерить линейкой Здесь у нас Десять с половиной Значит десять с половиной Откладываю В эту сторону Десять с половиной Откладываю В эту Это у меня Ножки Когда я их Сошью Вот здесь У меня будут лапы Кота Примерно Примерно вот так Потому что как оно Сложится И вот здесь Вот так вот Будет зажато Это лапки Теперь делаем Передние лапки Здесь семь Семь в одну сторону Это передняя лапа Нам будет Зашиваться Вот так Семь в другую сторону Это передняя лапа Кот у нас будет Длинненький Так Теперь Моя задача Распределить голову Вот здесь Находится голова Очень большую делать не стоит Потому что мы Будем набивать Она и так набьется Приобретет объем Но и малюсенькую головочку На такое мощное тело Делать не стоит Поэтому сейчас мы берем Достойный круг Либо циркуль Либо баночку какую-то Обводим И обводим Вот здесь вот Голову кошки Так Сейчас я все это Теперь обведу Более жирно Чтобы было понятно Банку я взяла Не слишком большую Но Смотрите Чтобы она располагалась Не очень так Не слишком выходила За рамки нашей Вот этой третьей Но и не была Совсем маленькая Потому что маленькая головка У большого кота Это не украшение Это не недоразумение Вот Все это распределили Сейчас я это все обведу Более Жирненько Что называется Чтобы было видно И мы с вами свяжем Образец вязания Для расчета Петельной пробы Потому что если мы будем Вязать в соответствии В соответствии С выбранной выкройкой То мы должны Вот эти же размеры Изобразить уже в вязаном виде Обвели нашу Выкройку Чтобы было видно Что мы тут будем считать Сделали Петельный Образец Для петельной пробы Я буду делать Мохнатую кошку И такой маленький совет Если вы вяжете Травку Или вот такую вот Лохматую любую пряжу Вяжите через иглу Это секрет вязания Такой вот пряжи Ворсистой На каждой игле Вы вязать не сможете Через иглу Достаточно Такой Простой Свободной Вязкой Вот эту вот я вязала На плотности 8 И то Получилось достаточно Плотно Вязать надо Свободно Через иглу Тогда у вас Будет достаточно хорошо Тогда машина Достаточно Хорошо Воспримет Подобную пряжу Не всякая машина Может это вязать Если ваша может Делайте Мохнатую красивую кошку Такая выяснила Сколько у меня В одном сантиметре Петель и рядов И теперь Буду спокойно Распределять Полоски На коте Если я хочу Делать Однотонные лапки Я лапки Трогать не буду Сделаем Полоски Окошки Вот Вот этого места До головы Измеряю Сколько у меня Вот здесь вот сантиметров Ну Ну Естественно Вязать я буду снизу Верху или сверху Не сопределяюсь И тогда я уже буду делать Так 10 с половиной сантиметров У меня Вот здесь вот По Моему расчету 28 петель 10 с половиной сантиметров Так 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 10 с половиной сантиметров Умножаем на мою петельную пробу 3.08 3.08 3.08 Равно 32 И так 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 Я буду вязать снизу вверх Провязываю 33 ряда Это моя нога После этого могу делать полоски Полоски буду делать В течение Тоже Тридцати Трех Рядов Потому что здесь тоже 10 с половиной Прекрасно 33 ряда я провязываю Однотонный Могу здесь делать полосочки Не заходя за лапки Рассчитываю Как я буду здесь полосы делать Сейчас я прикину Посмотрю как я буду делать полосы здесь Могу вязать сверху вниз Тогда мне будет проще Я продолжу вывязывание полосок Не затрагивая лапки Это тоже очень интересно Так здесь У меня голова Лапки однотонные Здесь все это загнется внутрь Голова может быть оформлена тоже полосками Смотрите какие полоски вы хотите делать Кошки у нас обычно все таки поперек полосатые Поэтому вязать надо будет так А голова полосатая наоборот Наоборот Вдоль Поэтому Можно вывязать полосатую голову Вот Долевыми полосками Можно поперечными Смотрите Сначала мы изображаем здесь Чтобы мои полоски То есть не мои Кошачьи полоски Не выходили за пределы головы В принципе это не очень страшно Потому что там будет Все это собрано на сборку И плюс к этому Если что-то там напортачим Если куда-то вылезут наши полоски Мы просто привяжем к ушке бантик И бант Вот этот Как шарфик Закроет все наши огрехи Это в случае если Будет что-то не так сделано Поэтому вы не очень сильно переживайте Спокойно Отмечайте Ваши полоски Рисуйте их Либо можете вязать Вот так вот Не заходя Вот за эту линию Вот здесь Вы ввязываете полоски На одной трети Начиная с головы И вот так вот Вяжете эти полоски Ничего страшного В этом не будет Но все Закроем бантиком Кошка будет очень аккуратная Лучше не делать Чтобы Не делать так Чтобы у меня полоски Заканчивали здесь Потому что нога Будет сшиваться И представляете Здесь в середине ноги Полоска идет А дальше не идет Это некрасиво Если вы можете вывязать Полоски Параллельно Линии ноги Вот нашей Прекрасно Если не можете Лучше ноги оставить однотонными И вязать Вот здесь Вот Если Сомневаетесь Оставьте заднюю часть Вообще без рисунка Полоски Делаем на середине кошки Здесь у нас будет Красивый хвост Он собственно Исполнит нам Восполнить Недостающую Цветовую гамму На задней части кошки Поэтому так и будем делать Делаем полосатую голову Делаем полосатая тельца И будем вязать Посмотрите на 33 рядах Что я могу сделать Как могу распределить эти полосочки 10, 10, 10 Могу сделать так Могу через 5 полосок Очень Такая плотно полосатая кошка Кстати, сколько у меня сантиметров голова Голова у меня 8 сантиметров Про голову я и забыла Что она должна быть полосатая 8 умножить на 3, 0, 8 Равно 24 Голова кошки 24 ряда Поэтому Голова будет более полосатая Миленькими полосочками Тело будет более крупными полосочками Значит, 30 я могу по 6 полосок делать У меня как раз будет 5 полосок Получается По 6 рядов Так 7 здесь 7 здесь 6 6 6 6 Вот У меня будет полосатая кошка по 5 рядов Все прекрасно 33 ряда распределяю так Чтобы Первые и последние ряды Были Одного цвета Хотя можно сделать и не так Можно сделать, чтобы они были разными цветами Передняя часть кошки будет одного цвета И задняя другого Это Вообще просто не критично Кошка все равно будет красивая И вот это вот имеет значение только для вас Хотите вот так делать, не хотите Если хотите, чтобы Передние и задние части были одного цвета Распределяйте Четное количество полосок Если Без разницы Как получится Как лягут эти полоски И точно так же распределяем голову Голове вообще не важно Где там Какая полоска будет Вот 24 ряда у меня есть Я могу сделать 25 И по 5 рядов Просто Вот эту вот голову Здесь вот От самого начала Одну треть Петель Здесь у меня Получается 28 Петель 28 Делить На 3 Получается По 9 Грубо говоря Вот здесь беру 10 петель На 24 ряда И вот это вот Количество петель 10 петель 24 ряда Я провязываю полосками Полосками Провязываю После окончания головы Тельца Все остальное Однотонной пряжей А хвост уже буду вывязывать Как получится Это вообще не критично Провязала 33 ряда Однотонной пряжей Теперь Начинаем вывязывать полоски Как я уже Посчитала По моему расчету Вывязываю Вывязываю 33 ряда Еще Это будет Тело кошки 32 33 Как у вас Ляжет Потому что это в принципе Это не вещь для носки Она не требует Такого серьезного Сурового расчета Мы В общем то делаем Приблизительный расчет Для того чтобы у нас Что-то около того получилось Вот Грубо скажем так Потому что это Игрушка Это тянущийся материал Это не вещь Которая должна сидеть Очень хорошо по телу Это как скажем Подарочно-тренировочная вещь Назовем ее так Поэтому Вяжем 32-33 ряда По моему расчету По вашему расчету Вы вяжете сами До начала головы Полоски Как вам хочется После того как мы вывязали тело кошки Полосатую часть Которую мы хотели Сейчас мы переходим К самому ответственному моменту Увязыванию головы И передних лапок Я оставила 2 ряда Красные Из расчета головы Теперь Моя задача Распределить эти петли На 3 части Часть пойдет На переднюю лапку Треть Треть пойдет Будет полосатая голова И Третья треть У меня будет Однотонная лапка Определяюсь Лапки у меня будут Желтые Или красные Как угодно Как хотите Какого цвета И Будем сейчас вязать Но для начала Все это надо поделить Вот я возьму на голову 20 петель Вот эти вот петельки Которые у меня Входят Между двумя платинами Десятый и десятый Пойдут на голову Я даже не буду Ничего придумывать Вот это на передней лапке Как я уже сказала Если что-то будет Немножко Выходить за рамки Мы завяжем бантик Это все будет скрыто Все Все нормально Мне нужна только часть По вертикали По горизонтали Они будут у меня Однотонные Никакого сбоя не будет Поэтому вот это пойдет На голову Я отрезаю Лишнее Хотя можно было Перенести нитку Сейчас буду делать Цветное вязание Если у вас Нитевод У меня ручная прокладка нити Мне с рисунками И вообще все просто Если нитевод Вяжете с переменной нити Я прокладываю одну нить Прокладываю вторую нить И вот таким вот образом Прокладывая нити Вывязывая полоски на голове Как я уже Отмечала вам По прямому вот этому вот участку Мы вывязываем полоски Провязав Провязать мне надо 24 ряда Два я уже провязала Значит 22 ряда Вывязываю полоски Как угодно Провязали Нашу кошку Вот здесь у меня вывязана голова Лапки Это все очень эластично Все тянется Когда мы будем набивать Нам это поможет Выровнять немножко Как-то тело нашей кошки Учитывая что Вот этот материал Это Кроханазар Микрополиэстер Голая синтетика Причем Достаточно такая Жестковатая Для ручного вязания Ее порвать руками невозможно То есть В машине вязать Такое тяжеловато Вяжет плохо Поэтому возможно Спускание петель У меня несколько петель Здесь спустило Поэтому сейчас что я делаю Я снимаю это все Закрываю Удобным мне способом Я закрою косичкой И исправлю все Недочеты Которые у меня могли быть С изнаночной стороны Потому что вязание Сразу говорю Тяжелое Если вы вяжете травкой Она гораздо легче Кошка будет более пушистая Вот эта пряжа Она конечно красивая Эффектная Очень хорошо смотрится Но она тяжеловата Именно для машин За счет того Что она совершенно не эластична Вот как веревка Веревка еще и с бахромой Тяжелая пряжа С ним Закрываю петли Причем Учитывая что у меня Петли через одну идут Затягивать нельзя Делайте эластичный край То есть Свободненько закрывайте Если есть проблемы С изнаночной стороны Исправляем все Закрываем все петельки Чтобы у меня ничего не убежало Не торчало И Будем вывязывать ушки Хвост И приступим к самому приятному Сбору кошки Теперь вяжем ушки Ушко у меня вот такое Получилось 12 петель на 10 рядов Вяжется Набрала через одну 12 У меня получилось 11 петель Либо 11 Либо 13 Потому что делается через петельку Провязала 4 ряда Убираю с крайней Иглы Петлю На соседнюю Делаю такую вот Сразу большую убавку Очень не эластичная нить Очень тяжело Плохо вяжется Но зато кошка красивая Ряд Не провязалась Убираю Убираю теперь с этой крайней Петли Сейчас я провяжу Убираю Вот Тут Отсюда Петельку На соседнюю Провязываю Одну петельку Так Еще 4 ряда Убираю с этих петель И потом Моя задача Вывязать 10 рядов Вот это Вывязан хвост 46 рядов 26 петель Это примерно Я вывязала прямоугольник Когда мы будем пришивать Немножко скруглим хвостик Кончик И немножко заузим верхнюю часть Чтобы хвост принял форму Потому что Можно конечно вывязывать Форму хвоста По расчету Но так мне кажется проще Потому что Очень тяжелая Пряжа Ее будет проще Откорректировать В процессе сшивания Итак 45 рядов 26 петель Или 10 Сантиметров Ширина 15 длина Но это примерно Для такого вот кота Если вы будете вязать Другую величину Какую-то Смотрите Чтобы хвост смотрелся Пропорционально Вашей кошке Вот в результате У нас что получается Тело кота Хвост Два уха И набивной материал Набивать будем Холофайбером Подушечным Замечательный Совершенный материал Покупайте самую Самую дешевую Подушку какую только Встретите Это будет Этот холофайбер Спать на нем невозможно Но для игрушек Это самая-самая лучшая Набивка Он очень эластичен Он прекрасно набивается И просто замечательно Держит форму Игрушка Невесомая получается И в то же время Очень плотненькая Таким вот Материалом Можно набивать даже Мячики Я вязала елочные игрушки Можно связать шарик Набить Дать ребенку Он будет играть малыш Не разобьет ничего И не страшно Руки давать Таким Невесомым Пухом Нельзя разбить Ничего Но в то же время Игрушка получается Очень объемная Такая Хорошо Держит форму Итак Начинаем Сборку Кошки Сшивать я буду Акрилом Близким по цвету Берем нашу схему И смотрим Что у нас получилось Вот здесь Сейчас мы Нарисуем немножко Фломастером С изнанки Здесь у меня Задние ноги Складываю пополам Видите Материал настолько Синтетичный Что даже Потрескивает И делаю на изнанке Пометочку себе Это Ножки Вот здесь Можно даже Не отмечать Потому что у меня Голова Одна треть Она отметила Берем булавочки Сейчас будем Все скалывать Скалываем Естественно Лицо к лицу Вот здесь я Не вывернула Веревки Веревки которые У меня закончились Естественно Надо вывернуть Внутрь Чтобы они Тут не торчали Они не нужны Коту мы Обязательно Повяжем бантик Чтобы скрыть Вот эти вот Огрехи Если они Есть Конечно Огрехи Если они Будут При вывязывании Полосок На голове Так Вывернули Теперь Складываем Складываем Выворачиваю Наизнанку Поскольку У нас Игрушка Будет Набивная Ее Не обязательно Отпаривать Так Те Моя Отметочка Вот она И Аккуратно Складываем Видите У меня Все ровно Вывязалась Как раз Полоска Начинается Где Заканчивается Нога Задняя Вот Я могу Сколоть В паре мест И сшить До отметки То же самое Делаю Со второй Ногой Я ее Так Вот От Отметочки До начала Вязания Следующего До Полоски Скалываю Здесь Где-нибудь Еще В серединке И сшиваю Сшиваю Как угодно Крючком Иголкой При таком Пушистом Материале Это не важно Так Это мои задние лапки Потом Мне Надо будет Обшить голову Для того Чтобы обшить голову Мне придется Нарисовать Круг Наверное Это надо делать До Задних лап Но раз сколола Ничего страшного Пусть остаются У нас очень пушистая ткань Пломастером На ней можно нарисовать Вполне Ничего не будет Так Я ставлю ту же банку Которую я отмечала Себе Круг На выкройке И Просто Обвожу Ее Вот где-то Где-то вот так Это все приблизительно Потому что все будет затянуто Вот Моя голова По Вот этому вот Контуру Я Просто Прошью Плотной нить Ниткой Желательно Которую У меня не порвется От натяжения Это будет уже не акрил Это надо что-то более синтетическое Жесткое Чтобы можно было стянуть голову И стянуть Потом эту голову надо будет Хорошенечко набить Хлофейбером Итак, для начала зашиваем ножки И Просто стежками Простыми стежками Прошиваем голову Для того, чтобы можно было стянуть Оставляя два хвоста по краям Вот Потом будем делать Вот точно так же Передние лапки Зашиваю кота просто Иголкой с акрилом Через край Потому что Шерсть достаточно Пушистая Она Скроет все швы Тем более нить Очень похожа Плотно затягивается Главное нигде не пропустить Стежок Просто складываете до угла И Сшиваете вот так вот Задние лапки У вас получается Вот такая вот Конструкция До конца дошиваем Потом будем Простегивать голову Простые стежки Простыми стежками Делаем строчку По контуру головы Причем не надо делать Очень тугие строчки Стежки Не нужно просто Иметь возможность Это все Стянуть Делаем Свободно Сейчас все стянем Чтобы у нас Нигде Ничего не торчало Все остальное Подошвем внутрь Завяжем бантик Как я уже говорила Если что Так, прекрасно Это мы сделали Вот так вот пойдет Стяжка головы Делала нить в два ряда Чтобы Не порвать Во время стягивания Так, ну вот здесь Можно еще Пару раз Чтобы Выйти К веревке Чтобы было удобнее стягивать Так, эта нить мне больше не нужна Аккуратненько ее отрезаю Чтобы она осталась двойной И теперь И теперь И теперь Точно так же Как Сшивала задние ножки Я сшиваю Передние К тому же самому принципу Где моя там Одна треть Вот Вот так вот я сшиваю Вот эти вот передние лапки Одна лапка от головы идет И вторая лапка идет От головы Вот 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 это вот будет тельце Кошки Полосатая Полосатая голова Однотонные лапки Скалываем булавочками Аккуратненько пришиваем Вот эти вот шовчики После того, как мы зашили лапки Немножко Можно подтянуть голову Можно оставить Главное, что вот эти вот хвостики Которыми я буду затягивать голову У меня торчали наружу Я выворачиваю мою кошку Аккуратненько Можно помочь себе Какими-нибудь Аккуратными Вспомогательными инструментами Кошку надо Вывернуть Пузико мы зашьем в последний момент После того, как уже набьем голову Пузо набивается в последний момент уже Кошка аж шуршит Для чего она синтетическая Но зато красивая Так Вот у меня задние лапы Вот у нас передние лапы Так, вот у нас голова Все получилось просто здорово Такая толстая-толстая кошка Вот Теперь моя задача Где там шнурки головы Так, один шнурок увижу Главное их не потерять Иначе придется все делать заново Так, одни шнурки Вторые Теперь я стягиваю голову Оставляю небольшое технологическое отверстие Которое я зашью И вот в это вот отверстие Я начинаю набивать Мой холофайбер Так, чтобы голова была Как следует набита После того, как она набьется Я затягиваю шнурки И в принципе Уже могу эту голову Голову мою и не трогать У меня передние лапки пойдут вперед Задние лапки пойдут Хвост приделываем И все готово Главное набить как следует голову Чтобы она не казалась мелкой На фоне такого Упитанного туловища После того, как мы вот так хорошенечко набили голову кошки Видите, она стала плотная Мы можем набивать через наше отверстие в животе Ноги Живот И аккуратненько этот живот зашить Больше нам Здесь ничего будет не нужно Уши мы и хвост будем пришивать снаружи Это уже не нужно Вот здесь затягиваем наши все веревки Зашиваем все Вот здесь вот Через весь живот Аккуратненьким швом В стык Можно в стык Потому что пух Все скроет Ничего не будет Главное это сделать аккуратно Совмещая полосочки После того, как мы эту кошку естественно набьем Поэтому можем частично ее зашить Набить И останется маленькая дырочка Через которую уже можно собственно И вот эту дырочку и зашить Без проблем После чего мы будем заниматься Ушами и хвостом Сложностей никаких Зашили кошку Голова Набитая тельца Толстенькая такая у нас Кошка Голова на лапках Эти лапки мы подожмем Назад И сейчас Зашиваем хвост Точно так же складываю его пополам И сшиваю Могу По краю сделать небольшое закругление Вот с двух сторон Чтобы у меня хвост был Не квадратный Все таки А Закруглением на кончике Вывязала закругление Шила Прошила до конца Набила этот хвост И могу зашить его И собственно мы пришьем его к кошке После этого будем оформлять ушки Точно так же как мы набивали кошку Мы набиваем хвост Выворачиваем Так Учитывая что лапки у кошки Можно оставить так В принципе так Можно подогнуть внутрь Будет лежачая кошка Как они обычно лежат Лапки под себя И смотрите куда И как вы пришьете хвост Можно чтобы он немножко был загнут Можно чтобы он был Вперед То есть как угодно Кошачий хвост Ну все знают что может лежать по-разному Обвиться не получится Ну Вот Как ляжет так ляжет Можно пришивать хвост Можно пришивать лапки Нам останется только оформить голову Ушки и Глазки Носик Вот физиономию будем оформлять Можно нарисовать коготочки кошки На таких мехах рисовать не получится Можно будет черными ниточками Просто сделать штрешки такие черные Будут как когти Можно не делать Будет мягкая кошка Итак сейчас Лапки Подшиваем Аккуратненько Нам пару стежочков Кошка у нас лежит Лапки видно И она лежит Все И пришиваем ей хвост После этого Оформляем ушки Пришили ушки Пришиваем глазки Вот лежит оригинал Смотрим где у него глазки И пришиваем Уши Лапы Все на месте Так Пришиваем глазки И будем делать Ниточками Можно оформить нос Тимон Хватит чесаться Покажи физиономию Так Будем делать нос И рот Оформляя ниточками Можно связать усы Усы дополнительно Можно связать И с другой пряжей Можно этого не делать В принципе Можно так и оставить Достаточно будет Оформить таким треугольничком Носик и ротик Но Сначала глазки Глазки я возьму Обычные круглые пуговки На ножках Они Ой Пало Будут у меня глазками Просто пришью Сейчас Вот что у нас получается Совершенно чудесная кошка Так вот Толстенькая Полосатенькая Желтая Такая рыжая Желто-красная Яркая кошка Которую Вполне можно подарить ребенку Ее можно стирать Ее можно бросать С ней можно спать Она абсолютно гипоаллергенная В ней нет ничего Мы знаем из чего она сделана Эта игрушка Совершенно безопасна Для нашего ребенка Мы ее сделали Своими руками Поэтому Можно ее подарить Можно ее Положить На полочку Смотреть на нее Игрушка на все случаи жизни Самый лучший подарок малышу Особенно если вы сделаете Вместе Такую замечательную Вещь